Мы продолжаем вас знакомить со служебными буднями сотрудников милиции. 5 октября в Беларуси отмечали День сотрудников уголовного розыска. О напряженных и непредсказуемых служебных буднях нашей съемочной группе рассказал оперуполномоченный отдела уголовного розыска криминальной милиции Новоповодского ГУВД Андрей Зубок. Всегда на передовой сотрудники уголовного розыска сталкиваются с огромным спектром преступлений, мошенничества, грабеж, разбой, наиболее часто кражи. Также в прошлом году в Новоповодске было совершено немало хулиганств, в частности, повреждений автомобилей. Главная наша задача – это выявление и недопущение совершения преступлений на территории города Новоповодска, общение с людьми, отработка ранее судимых лиц, потому что зачастую масса преступлений совершается именно ранее судимыми лицами, в связи с чем необходимо проводить определенную работу с ними, выявлять латентную преступность среди данного круга лиц. Очередная рабочая смена. В дежурную часть городского отдела милиции поступает сообщение от сотрудников Новоповодской больницы. Бригада скорой помощи выбыла домой к пенсионеру 1931 года рождения. У мужчины многочисленные травмы. Медики для оказания помощи увезли пострадавшего в больницу. Андрей Зубок в составе следственно-оперативной группы незамедлительно выбывает на место происшествия. Уже здесь необходимо установить все подробности произошедшего. В квартире обнаружили многочисленные пятна крови. В доме находился окровавленный сын пострадавшего и их родственница. Они тут были вдвоем. Хоть что-нибудь бы помог, не могла их раздеть. У меня сил-то нет, и деда-то нет никакие. А у него какие силенки-то. Ну и там уж я не знаю, что было. Пришла не все в крови. Сына потерпевшего отправили для прохождения судебно-медицинской экспертизы, после чего доставят в отдел милиции для дальнейшего разбирательства. Сотруднику милиции необходимо опросить всех свидетелей, собрать как можно больше информации. Поэтому он отправляется к соседям. Здравствуйте. Срокова, 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 сроковская. По поводу соседка прибегала к вам? Да. Просила к вам? Я звонил. Вы звонили, да? Надо просто просить. Сын выступает. Поэтому... Ну, объясняла она что-то? Побились там, сын с батьком бьется. Нет. Ну, попросила. Ну, что-нибудь, говорит, сделайте. Я к нему уже. Она в крови была, не в крови? Нет. Это еще нормально? Нормально. А вы туда в квартиру не заходили? А? В квартиру не заходили? Нет. В итоге следственная оперативная группа установила, что телесные повреждения пенсионеру по месту жительства в ходе ссоры причинил его 51-летний сын, который вместе с ним проживает. На данный момент по факту причинения тяжких телесных повреждений проводится проверка. А это уже ночная оперативная съемка задержания вора. У сотрудников уголовного розыска появилась оперативная информация, что ранее судимый мужчина планирует совершить кражу из ларька. И ему действительно удалось вынести выручку. Но в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий преступник был задержан оперативниками практически по горячим следам. Профессия оперативника требует определенной подготовки. Андрей Зубок проходил службу в войсковой части 32-14, где сдал квалификационные испытания на право ношения крапового берета. Служил в Новополоцком отделе департамента охраны. После окончания обучения в Академии МВД перешел в отдел уголовного розыска. Данная служба была выбрана со мной не зря, так как я человек такой, который не любит обыденность и повседневность. И данная служба, я считаю, подходила мне в связи с тем, что каждый день на данной службе не может быть предшественником прошлого дня. То есть не бывает такого, что все одно и то же в течение рабочего дня. Ты можешь планировать одно, а в городе может произойти какая-либо ситуация, и ты будешь вынужден выбыть на нее. Сотрудники уголовного розыска постоянно держат руку на пульсе и готовы и днем, и ночью оказаться в эпицентре событий. Это люди, преданные своему делу, которым присущи мужество, выдержка и твердый характер.